Продуктовый магазин «Крымское подворье» в Химках под Москвой. Покупатели спешат с самого утра. На прилавках рыба, морепродукты, овощи, фрукты и вино, привезённые с полуострова. Российский предприниматель Денис Киселёв в январе уже открыл два магазина и планирует расширяться. Мне хотелось из этого проекта сделать что-то особенное. В первую очередь создать такой маленький уголок Крыма. По словам продавцов, мясо и рыбу сметают за несколько часов. Вот, например, мы там хамсу взяли, грушу взяли, потом до этого брали там эту вот рыбу. Ну всё, изумительной вкусноты. Местные жители говорят, что цены их устраивают, а качество продуктов отменное. Ну, фрукты люди будут, мне кажется, брать потому, что здесь всё-таки, хотя бы потому, что запах тут, как яблок. И груши такие пахнут. Поэтому я думаю, что лучше взять вот эти января. Если, конечно, цены не задерут. Денис Киселёв рассказывает, что сейчас строит ещё три торговых павильона, несмотря на то, что столкнулся с большими трудностями. Летом он потерял около 8 миллионов рублей. Из-за того, что скоропортящийся товар можно перевозить только через паромную переправу. Всё стухло, не доехав до Москвы. Он также опасается попасть под санкции, которые касаются всех, кто ведёт предпринимательскую деятельность в Крыму. Ведь для Запада это непризнанная территория. Наконец, одна из главных трудностей – слабость крымского хозяйства и промышленности. Денис говорит, что мог бы открыть до 100 торговых точек в Москве и области. Но в Крыму сейчас производится лишь 3-5% от объёмов советских времён. И заполнить полки магазинов пока что нечем.